Добрый день, друзья! С вами канал Коров Мегаполис и меня зовут Эдуард. И сегодня я хотел бы с вами поговорить о молочной кислоте, о пропаивании цыплят, бролеров молочной кислотой. Ну, я думаю, яйценоскость бролеров нас не интересует, хотя молочная кислота опосредованно влияет на улучшение яйценоскости птицы. Вот нас тут интересует, в принципе, здоровье бролеров и их весовые показатели, набор веса. Какой же положительный эффект от применения молочной кислоты мы можем наблюдать? Ну, во-первых, на ранних этапах переваривания пищи, когда комбикорм проходит через пищевод, там железистый желудок, мускульный желудок, молочная кислота убивает патогенную микрофлору. И далее в тонком кишечнике уже положительная микрофлора спокойно переваривает эту пищу, по максимуму используя все питательные вещества комбикорма. Еще один положительный момент от применения молочной кислоты, что она борется со вздутием живота у животных. Ну и конкретно купирует процессы брожения в слепых кишках. В общем, патогенные микрофлоры любят размножаться именно в слепых кишках и для нее вот эти процессы брожения положительно сказываются на размножении. Ну и что в дальнейшем может привести к разрастанию колоний, ну в том числе кластридий, которые в дальнейшем могут вызвать различные виды энтеритов у птицы. Я думаю, кто-то из вас сталкивался при забое птицы или там при смерти птицы, при вскрытии. Вы видите, что грудки бывают внутри там зеленого цвета, зеленого-синего цвета. Это вот как раз микротический энтерит, вызванный размножением кластриды. Так что вот в этом плане молочная кислота тоже нам помогает бороться с патогенной микрофлорой. Возможно, я повторюсь, сказав, что здоровый кишечник улучшает иммунную систему организма, сердечно-сосудистую, также укрепляет опорно-двигательный аппарат, ну и в целом межклеточные связи, так же как и нервно-мышечные. Ну в общем, в здоровом теле здоровый дух должен быть, ну и здоровый кишечник. Ну и я хотел бы сегодня вам сказать, друзья, правильно ли мы вообще применяем молочную кислоту. Может быть, мы делаем какие-то ошибки. Ну и что нам говорит инструкция о применении молочной кислоты для птицы. 0,5 мл молочной кислоты на 1 кг корма. Ну, я думаю, в случае с бролерами не получится молочную кислоту разбавить с комбикормом. Я понимаю, еще в мешанку корм можно добавить, но здесь сухой комбикорм у нас не получится ввести молочную кислоту. Ну и поэтому раньше я думал, что 0,5 мл можно разбавлять в 1 литре воды. Но я вам скажу, что молочная кислота с комбикормом и с водой – это не одно и то же. И концентрация должна быть, конечно, другая. К тому же мы знаем, что для борьбы с патогенной микрофлорой раствор молочной кислоты должен иметь pH 4,5-5. Ну и для того, чтобы нам понять, какая кислотность нашего раствора, нам нужно с вами сделать лабораторные испытания нашей воды. И для этих анализов нам потребуются, как минимум, лакмусовые бумажки. Купил я вот такую рулеточку, с помощью которой мы сейчас и проведем лабораторные испытания нашей водопроводной воды. И воды, в которую мы будем добавлять молочную кислоту. Ну и для наших анализов нам потребуются непосредственно молочная кислота 40% шприц, лакмусовые бумажки и литр воды. Ну и сейчас посмотрим мы, какая же кислотность в нашей водопроводной воде. Ну, сравнивая с эталоном, можно видеть, что чуть больше семерочки, я думаю, вот восьмерка. Видите, друзья, здесь семерка. Ну, наверное, 7,2-7,3 реальная кислотность воды в нашем водопроводе. Ну, будем сейчас добавлять по полмиллилитра молочной кислоты и будем смотреть, как будет меняться ситуация. Вот мы видим, что тест-полоска становится более желтой, да, уже приближается к шестерочке. Я думаю, ну, чуть больше, чем шесть. Ну, будем еще добавлять молочной кислоты. Вот уже я добавил один миллилитр. Молочной кислоты к воде. Ну и, соответственно, вот приближается к пятерке. Можно видеть, я думаю, вам видно, нет. Ну, между шестеркой и пятеркой вот эта тест-полосочка находится. Так, ну, добавим еще немного молочной кислоты. Ну, как немного, 0,5 миллилитров еще добавим. Тест-полоска становится более оранжевой. Ну, я вот так вот смотрю. Это где-то 5. Наверное, пятерочка соответствует. Тут телефон не так передает цветовую гамму. Ну, я вот смотрю. Поверх телефона, ну, где-то пятерочка. Ну, и сейчас еще добавим. И будет у нас уже 2 миллилитра молочной кислоты на литр воды. Кстати, вы видите, что тест-полоски-то они зеленеют и зеленеют. В дальнейшем окисляясь еще на воздухе. Совсем оранжевая тест-полоска стала. Ну, вот похоже на четверочку. Друзья, вот если четверку я подложу, где-то близка к четверке. Это тест-полоска. Сделал я еще несколько контрольных измерений. Ну, и пришел к выводу, что pH вот этой воды с молочной кислотой, куда я добавил 2 миллилитра молочной кислоты, значит, ну, значение где-то 4,5. Хотя, конечно, все это примерно. Ну, насколько точно могут эти лакмусовые бумажки отражать истинную картину. Ну, я думаю, все тут относительно. Ну, и получается, что раньше моя птичка недополучала молочной кислоты в полном объеме. И вот теперь с приобретением этих тест-полосок все стало на свои места. Ну, я думаю, еще, друзья, у меня тут вот возникла мысль, что в течение года pH воды там меняется, конечно. Сейчас у нас вот на Волге идет разлив. Вода достаточно грязная. Ее больше обрабатывают. Там и хлоркой, и ультрафиолетом. И я думаю, pH летом будет другой. Ну, это я буду теперь делать контрольные измерения и ситуацию, в общем, мониторить. Надеюсь, я что-то вам сегодня новое опять донес, как правильно применять молочную кислоту. Ну, и вы сами тоже сделаете для себя какие-то выводы. Всем удачи, всем всего хорошего. Подписывайтесь на канал Куры в Мегаполисе и оставайтесь с нами.